Любая манипуляция – это, по сути, показать направление движения. Для инвесторов, в первую очередь, важны фундаментальные показатели компании. То есть, какая у нее рентабельность, темпы роста выручки, какой размер чистой прибыли и прочая история. Направление движения важно для спекулянтов, для трейдеров. Когда человек идет в спекулятивный рост, он пытается в короткий промежуток времени получить высокую прибыль. Высокую прибыль получить в короткий промежуток времени возможно на движение. То есть, если ты купил акцию по 100 рублей, а она у тебя на протяжении месяца находится 101.99, то есть, в неком таком боковике, нет движения. Ты можешь теоретически заработать 1% в месяц, но трейдерам, спекулянтам это абсолютно неинтересно. Им важны движения. Они строят технический анализ, они смотрят там различные фигуры, которые говорят о том, что тренд или будет продолжаться, или он сломается, перевернется. И есть различные формации технического анализа. То есть, там кто-то головы и плечи рисует, перевернутые головы, там куча. Не считая индикаторов одних формаций более 50 штук. Что такое манипуляция? Манипуляция это воздействие на цену актива с целью манипуляции действиями толпы. Нужно сделать какие-то действия, которые приведут к тому, что цена на актив начнет меняться и меняться быстро. На цену ты можешь повлиять или покупкой актива, тогда цена начинает расти, или продажей актива, тогда цена начинает падать. Сделки проходят в руках одного контрагента, то есть, в руках одного человека. Но у него открыто два брокерских счета. Это могут быть аффилированные юридические лица, которые единое управление. Один выставляет заявку значительную на покупку, другой, соответственно, удовлетворяет эту заявку на покупку. И в моменте, получается, цена прям прыгает. Плюс 5%, плюс 7%. И все-таки вся толпы. Опа, а что это у нас такое? Ракета, сейчас будет ракета. В ракету? Есть еще такое у брокеров, когда в торговые терминалы захочешь, лидеры роста падения за день. Здесь все-таки, о, какая-то акция выросла на 20%, о, какая-то упала на 15%. Та, которая выросла, ее же надо продать сразу, а та, которая упала, ее же надо купить сразу. И поэтому манипуляции как раз таки выявляются в том, что центральный банк очень внимательно следит за тем, что проходит за сделки, с каким инструментом проходят сделки, какой период проходят сделки. Потому что есть периоды, когда на рынке не очень много инвесторов. Вечерняя сессия, утренняя сессия, да, когда небольшим объемом активов можно сделать какой-то определенный тренд. Повлиять на цену, сильно уронив ее или сильно завысив. Люди, соответственно, считают, что она стоит дорого, начинают ее там условно покупать или продавать, а у тебя уже набранная позиция. Это недобросовестное, естественно, зарабатывание денег. То есть ключевым моментом является не инвестиции в долгосрочном периоде, да, а является именно создание видимости движения цены, чтобы спекулянты пришли туда и, соответственно, на разнице цены, которая внутри одного заинтересанта созданная разница, да, была непосредственно заработана. Очень сильно наказывается, особенно в Соединенных Штатах Америки, был целый фильм по этому поводу снят, Уолл-стрит так и называется, с Чарли Шином и Майклом Дугласом в главных ролях. Кто не смотрел, ребята, настоятельно советую посмотреть. Майкл Дуглас играет роль трейдера, да, то есть каким образом он манипулирует цены. Что сделать для того, чтобы защитить себя от манипуляций? Первое. Вообще, особенно начинающим инвесторам, вы откажитесь от трейдинга. Впереди к элементарной плоткости инвестирования. Ключевая задача покупки актива вам в портфель – это не изменение его цены, а это создание ценности этим активом. То есть какую прибыль вам этот актив создаст в долгосрочном периоде. Второе. Если уж все-таки хотите заниматься спекуляциями, торгуйте на свои деньги, не используйте заемный капитал. Третье. Если работаете, очень сильные манипуляции достигаются в компаниях низколиквидных. Потому что, опять-таки, сделать манипулятивное нападение, например, на Газпром, или на Сбербанк, или на Лукойл, или на Роснефть. То есть есть еще такое понятие бумаги-тяжеловесы. Потому что у них очень высокая капитализация. Для того, чтобы изменить цену на актив, нужно очень много денег для этого иметь. В какой-то степени есть манипуляции на высоком уровне, которые проводятся, но в меньшей степени. Поэтому манипуляции обычно проводятся на низколиквидных бумагах, доля которых в расчете индекса менее 2%. Потому что на них можно нападение манипулятивное сделать. Тебе достаточно для этого небольших денег относительно. Ты можешь повлиять новостями движения цены. Второе. Это происходит в каких-то низколиквидных бумагах. То есть не только доля их маленькая, но и объем торгов. Free Float свободного обращения не очень много. Происходит, опять-таки, обычно не в самое активное торговое время. То есть это может произойти на вечерней сессии, на утренней сессии. Четвертое основание. На своем опыте лично знаю. Именно в таких бумагах очень легко рисовать картины технического анализа. То есть если вы все-таки спекулянт, если вы все-таки трейдер, я часто вижу, что люди начинают строить фигуры технического анализа по низколиквидным ценным бумагам. Я говорю, ребята, выкиньте в топку весь свой технический анализ. На низколиквидных бумагах еще раз не работает технический анализ. Элементарно. Потому что относительно небольшим объемом в 10, 20, 30 миллионов рублей можно повлиять на движение цены, у которой оборот по итогам дня, там, я не знаю, 3 миллиона рублей, 5 миллионов рублей. А у вас капитал есть 30 миллионов рублей. Вы можете повлиять на движение. Вы можете рисовать. Вы можете готовиться к этой манипуляции, да. Рисуя для неопытных трейдеров. Обычно голову и плечи рисуют. Или двойное дно рисуют, да. То есть формации слома тренда, на котором можно очень много заработать. И люди, соответственно, начинают это замечать. И потом в определенный момент времени они просто отдают таким профессиональным трейдерам свои денежные средства. Поэтому, если занимаетесь спекуляциями, все-таки вам нравится вот этот вот ажиотаж, вот этот вот кураж. Пусть это будут ликвидные ценные бумаги. Смотрите оборот в ваших торговых терминалах. Чтобы как минимум, там, не менее 500 миллионов рублей был ежедневный объем торгов по бумаге. Чтобы меньше пронарваться на какие-либо манипуляционные истории. И померьте жадность, померьте пыл. Я все равно голосую за вопрос инвестиционной деятельности. Сделайте для себя это тоже за правила, за аксиому, за принцип жизненный. Ваша прибыль не должна зависеть от движения цены актива. Ваша прибыль должна зависеть от качества бизнеса, который есть в вашем инвестиционном портфеле. То же самое, друзья, я пытаюсь сделать для своих детей. Формируем капитал в миллион долларов. Абсолютно исключаю в рамках этой стратегии какие-то спекулятивные торговли. Соответственно, портфель моих детей защищен от подобного рода операций манипуляционных. А они являются собственником как минимум 15 бизнесов хороших, качественных на территории Российской Федерации. Они спят по ночам, их капитал работает и прирастает. Желаю этого и вам. Каким образом это работает, вы можете узнать на бесплатном мастер-классе. Ссылка в описании под данным видео. Проходите, смотрите. Надеюсь, что мы вместе с вами пойдем и пройдем этот очень интересный, захватывающий путь. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»